Скажем честно, да, в городе начали появляться новые неплохие автомобили. Есть и отличные, но в отличие от любимой Америки и уважаемой Японии, они все одинаково безликие, весьма скромные и похожие. Но каждый человек это индивидуальная личность. А теперь о родном отечестве. Для меня процесс отечественного тюнинга закончился лет 8 назад. И тогда в моде было увеличение клиренса и упрочнение амортизатора. Сейчас благодаря всероссийскому улучшению дорожного покрытия можно уронить тачку на асфальт и добавить кобылу в базовый движок. Конечно, для кого-то тюнинговый обвес дороговато, но можно обойтись и меньшей кровью, типа оригинальная оптика, и ваши друзья отличат вас не только по госномеру. И кто оставит без внимания себя любимого? Точно не Леха. У него 80% тачек как минимум оригинальные. Знаете почему просмотр большинства местных передач неинтересен, а иногда и противен? Да потому что А. Это слабо квалифицированная работа низкооплачиваемых журналистов. Б. Это высококачественные понты вылизывания чужой задницы за приличные деньги, но руками не менее низкооплачиваемых операторов и в виде инженеров. И В. Это кривые понты непрофессионального руководства. Для нас автостоп это прежде всего любимое хобби, так же как и автомобили и автоспорт тюнинг, в которые мы вкладываем и душу, и деньги без сожаления.